Алтайское село Родина, районный центр. Официально здесь нет ни одного заболевшего коронавирусом. Жители хотят, чтобы так и оставалось и готовы соблюдать все меры защиты, но ни в одной из местных аптек масок нет. Начинающий предприниматель Олеся Пикалова, открывшая недавно шейную мастерскую, как и все, столкнулась с этой проблемой. Я пришла в аптеку, чтобы своему персоналу купить маски. Ни в одной в аптеке у нас нет. Я долго думала, еще посоветовалась подруга, и я говорю, было бы здорово, если бы кто-нибудь нам предоставил материал, и мы бы сшили маски. Не просто сшить, а еще и раздать бесплатно. Олеся загорелась этой идеей, но оказалось, в районе невозможно купить материал. Клопчатобумажная ткань, подходящая для масок, исчезла из продаж, так же, как и сами медицинские маски. По совету подруги Олеся обратилась к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Это был вторник, в среду у меня со мной связались, уже в субботу у нас был материал. В воскресенье мы уже начали, приступили. К идее Олеся обеспечить односельчан масками причастен не только депутат Александр Прокопьев, который оплатил всерасходные материалы, но и его помощники и множество марновольцев, которые помогали найти на складах ткань, а потом отправить ее в родину. Меньше чем за неделю Олеся со своей командой сшила тысячу масок. Ткани хватит еще на полторы тысячи штук. Ситуация в родину тяжелая с масками. Очень тяжелая, да. Их нигде нету. Куда ни кинься, их нигде нету. Люди к нам приходят, берут, заказывают и заказывают, и заказывают. Маски в мастерской может взять любой желающий. Но Олеся в первую очередь обеспечила организации, которые работают в тесном контакте с людьми. Например, работников детского сада. Там сейчас открыта только одна группа для детей-медработников. Как-то перебивались. Кто-то сшил, кто-то кому-то передавал, кто-то где-то знакомый давал. Но благодаря Олесе Сергеевне она нам поставила, можно сказать, на есть детский сад маски. И теперь у нас у всех есть маски. Также Олеся сшила маски для сотрудников администрации Родинского района, продавцов местных магазинов и тех, кто по долгу службы должен общаться с людьми. Вот, например, пришли сотрудники Дома культуры. Сейчас они, как и учителя, занимаются с детьми дистанционно, но маски все равно нужны, чтобы следовать советам вирусологов. У нас ни у кого нет масок, ни у кого ничего нет. И просто я сидела и в Инстаграме лазила и наткнулась, что Олеся начинает шить маски. Я Олесе написала, попросила заказать на весь коллектив 10 масок. Вот у нас в коллективе 10 человек. Как предприниматель Олеся на масках не заработала ни рубля, но сама считает, что сделала верный выбор, начала путь в бизнес с доброго дела. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. День с толком.